Всем огромный привет! Сегодня очередное видео с новинками из магазина Фамилия. Будет много посуды, товаров из дерева. Если вам интересна тема домашнего уюта, обязательно оставайтесь вместе со мной. Друзья, в этот раз меня приятно удивил ассортимент товаров, посуды из дерева. Сейчас обо всем вам расскажу, но многое из этого я уже показывала в своих коротких видео. Итак, это фруктовницы из дерева манго. Внутри они покрыты, не могу сказать чем, потому как указан только лишь состав дерева манго. И все, остается только догадываться. Производство Индия, но думаю это все что-то в стиле эко. Помимо фруктовниц есть также глубокие тарелки, такого же плана, дизайна. И еще я вижу, что быстро улетают эти столики для сервировки, подносы для сервировки на ножках. Они невероятно популярны, поэтому если вам нравится что-то подобное, успевайте. Цена 1500 рублей. А здесь можно повыбирать, например, либо классический поднос для сервировки, либо вот такой круглый. Они все разные, каждый по-своему красив. Мне особенно понравился вот этот дерево, как будто бы такое влажное после дождя. Очень красиво. Итак, цена. Цена у него 1999 рублей. Это производство Индия. Также здесь состав дерева манго. И да, кто-то в комментариях спрашивал, для чего нужен этот поднос. Он используется сейчас в сервировке, очень популярный. Либо сырная нарезка, либо мясная нарезка. В общем, здесь как вам ваша фантазия подсказывает. Сказала подобного плана поднос на Валперис, и я не нашла. Двигаемся дальше. Красивое такое, знаете, массивное блюдо. Блюдо, наверное, для фруктов. 2200 рублей у него цена, но оно, конечно, сногсшибательное просто. Есть и более простые варианты. Классические подносы. Они стоят уже в районе 800 рублей. Есть с бортиками, есть без бортика, прямоугольные формы или овальные. Все это производство Индия. Один и тот же производитель. Он, кстати говоря, именно специализируется на таких товаров из дерева. Вижу здесь подставку-подложку. 209 рублей. Мне кажется, один в один были такие в фикс-прайсе. Еще один красивый поднос для сервировки. И вот такие товары можно часто встретить. Это все тот же бренд Бали. Но здесь меня смущает сам вид товара. То ли это так задумано, какие-то небрежные такие дефекты, то ли они действительно имеют место быть. Ну а сейчас мы уже с вами в отделе посуды. Посмотрим, что новенького появилось здесь. Первая находка меня радует. Очень мне напоминает Zara Home. Что-то подобное у них было в коллекции. А это сам турецкий бренд. Его здесь фамилии много. А также много посуды с золотой каемкой. Она невероятно популярна. Рифленая посуда из полупрозрачного стекла. 699 рублей стоит вот такая красота. Общий план. Что еще можно здесь найти? Блюда большого диаметра. Это какие-то новинки. Цена у них 500 рублей. Есть разные расцветки, узоры на выбор производства Китай. Еще несколько блюд вам покажу. Этого же производителя. Посуда, конечно, огромное здесь количество. Ох, что-то милое такое увидела. Животные. Детские, наверное, пиалы. Здесь медведь. И есть еще сова. Такая отсылка, мне кажется, в детство куда-то. Вообще, конечно, наблюдается на полках хаос. Наш магазин стал больше в два раза. Это в Алатыре торговом комплексе. Я вот задалась вопросом, а у нас в Екатеринбурге есть где-то магазин больше, чем в Алатыре. Мне кажется, сейчас в Алатыре самый гигантский магазин фамилия. Расширение произошло недавно, поэтому сейчас магазин активно наполняется разными товарами. И есть некий хаос. А я вам показываю здесь опять-таки рифленую посуду, о которой ранее говорила. Здесь можно выбрать классические салатники, так как какой-то интересной формы, например, в форме листа. Ох, как красиво. А здесь увидела, как будто бы выполнены из мастики пиалы 299 рублей. Базовая посуда сейчас с розовыми ценниками, а это значит, что она сейчас на скидках. 319 рублей. Если что, это скотч, а не какой-то дефект. И да, я опять слышу какие-то разговоры о том, что будет закрытие YouTube в сентябре. Поэтому, не знаю, правда это неправда, но мои контакты будут внизу в описании к этому видео. У меня также есть канал на Яндекс.Дзене, где я дублирую все свои такие длительные видео. И также есть телеграм-канал. Присоединяйтесь, там я делаю анонс коротких видео. Делаю опросы о том, какие видео вы бы хотели видеть у меня на канале. Буду рада, если будете проявлять активность. В общем, чтобы мы с вами не потерялись, обязательно подписывайтесь на мои другие социальные сети. Также по розовым ценникам сейчас однотонная посуда. Слушайте, мне прям нравится. И серая посуда. А это что-то напоминает мне перепели на яйцо. 299 рублей. Стоят такие блюда. Каких цветов здесь только нет. Все цвета радуги. А это шикарные хрустальные блюда для подачи. Или более лаконичные белые. А сейчас с вами пойдем в отдел декора. Там тоже есть на что посмотреть. Боже, какая гигантская напольная ваза. Вы меня простите, я не буду ее поднимать. Так как у меня уже был казус в магазине фамилия. Я разбила графин. Видео оставлю в описании. Там как раз запечатлено на камеру весь этот грохот. В общем, если интересно, посмотрите. Теперь я стараюсь быть очень осторожной. Следующая ваза сделана как будто бы изольда цена полторы тысячи рублей. Очень красиво в ней переливается свет. Однотонные вазы. Сейчас посмотрим с вами сколько она стоит. Стоит 999 рублей. Также есть вазы-рогалики. Они продаются комплектом. Поменьше, побольше. 1499 рублей. Но здесь нужно повыбирать. Видите, они однотонно прокрашены. Поэтому будьте внимательны при покупке. Так, а это что у нас? Вот такой дизайн человека. В форме человеческого тела. 399 рублей стоит такая ваза. Сейчас невероятно популярная. Подобная форма. В фикс-прайсе что-то подобное видела. И здесь фамилии. Аж концепт, конечно, молниеносно подхватывает все тренды и следует им. Мне это нравится, что есть выбор таких трендовых вещей по приемлемым ценам. Вазы-кувшины. О них я снимала отдельное видео. Постараюсь все, о чем я здесь упоминаю, видео, которое оставить, ссылки внизу в описании. Смотрите. Я думаю, там без труда найдете. А вот эти вазы голубые, это новинки. Я их не видела. Сейчас посмотрим их поближе. Нравится этот небесно-голубой цвет. Ну, просто красота. Это опять-таки аж концепт, по-моему. 599 рублей стоит такая ваза. Интересная у нее форма. А здесь меня просто поразили эти милые кувшины. Я не знала, что это такое. Я думала, это просто какая-то композиция, вот знаете, декоративная, не несет в себе никакого функционала. Кстати, один кувшинчик уже разбит, вижу. Но на самом деле это ваза для цветов 499 рублей. Вот так можно здесь расставить цветы. Я даже об этом не подумала. Есть разные вариации, разное количество ваз. Но в целом это смотрится невероятно красиво. Они даже самодостаточны, мне кажется, без цветов. Ароматические свечи 999 рублей. Очень яркий летний аромат у них. Смотрите, что я нашла. Масленка очень красивого бирюзового цвета. Красивая какая. Так, розовый ценник. Сейчас она стоит 419 рублей. Мне кажется, отличная цена. Очень мне нравится. Крышка, правда, такая тяжелая. Следующая находка это шкатулка деревянная. Я думаю, что это дерево манго опять-таки. И очень тяжелая крышка. Передо мной сразу картинка, как эта крышка падает мне на ногу. Я думаю, мало не покажется. Птичка тоже, кстати говоря, могла бы быть посимпатичней. Да, немножко покритикую, как обычно. Вот так выглядит шкатулка. Если не часто ее открывать, то нормально. А так можно себе даже прокачать какую-нибудь мышцу, наверное. Производство Индия. Да, все тот же производитель товаров из натуральных материалов, который очень широко представлен в фамилии. И увидела здесь классный органайзер. Органайзер для украшений деревянных. А здесь уже что-то случилось с крышкой. Видите, шуруп выпал. Ну, наверное, это не страшно, если готовы доработать, то почему бы и нет. Мне нравится, что эта шкатулка, она еще такая, знаете, незаюзанная, незалапанная. Вот как раз здесь показываю, что произошло с крышкой. Такая в первозданном виде шкатулка. В целом неплохо смотрится, хотя визуально издалека смотрелось как будто бы лучше. Большая шкатулка, много разных отделений. Если у вас много украшений, то можете присмотреться. Также здесь есть шкатулки, где одно основное отделение. Они идут с разным дизайном. Вот, например, один из вариантов с такими ромбами. Выпулано очень качественно. Тот же самый производитель, дерево манго. Приятно его держать в руках. Большое поступление также разных декоративных фигурок. Помните этих гусей? В общем, да, они снова в большом количестве представлены в магазине фамилии. Помимо гусей здесь также найдете жирафа, кота. А здесь очень интересная ваза. По крайней мере написано, что это ваза. Не смогу сориентировать по цене, но есть точно такая же. Небольшого размера. Это 399 рублей. Ах, нет, здесь написано кашпо. Что это за кашпо? Ну, наверное, это какая-то ошибка. Мне лично очень понравился этот декоративный крест. Наверное, это крест. Цена 999 рублей. Он сделан из как будто бы мрама. Рассмотрится массивным. На самом деле он очень легкий. И практически невесомый. А здесь просто какой-то рай кашпо, цветочных горшков. Чего здесь только нет. Сейчас посмотрим с вами какие-нибудь интересные варианты. Например, вот этот от H-Concept. Так, не вижу цену. 399 рублей. И в целом цена кашпо примерно варьируется. В этом ценовом диапазоне здесь и большие, и маленькие кашпо. На ножках особенно милые. Мне нравится такой дизайн. Красота. Вот такая девочка есть красивая. Так, посмотрим, сколько она стоит. 499 рублей цена. Кактусы. Ох, тот случай, когда жаль, что у тебя нет цветов, растений, что... В общем, посадить в этот цветочный горшок. 499 рублей стоит этот вариант. Двигаемся дальше. И какие-то просто, не знаю, космические или кораллы мне напоминают эти кашпо. Как будто бы дырочки. На самом деле, это такая имитация. Цена 399 рублей. Ну вот, что я и говорила. Цена где-то в среднем, такого среднего горшка будет стоить 400 рублей. А эти под старину, ну просто очаровательные. Боже, они сделаны как будто бы вручную. Я говорю сейчас про горшки, которые вот рядом стоят. Вот про эти. Так, цена 599 рублей. Супер. Мне очень нравятся. Такие они атмосферные. Знаете, такой с духом каким-то времени. С какой-то историей. А это какие-то космические кораллы. Внутри так не очень презентабельно все. Но необычные. Необычные опять-таки аж концепты. Цена 299 рублей. Кашпо лица. Я, честно говоря, уже подустала от этих лиц. Хочется уже чего-то нового. Или просто простого, классического. Например, вот как эти кашпо. Так, они стоят 149 рублей. Всего 149 рублей. Да, небольшой объем. Но какие же они классные. Мне кажется, и впишутся в любой интерьер. Или вот такие ученые коты. Классные, правда. Мне очень нравятся. Так, теперь переместимся на верхнюю полку. Здесь геометрические узоры. Контрастные цвета всегда приковывают. Внимание. Цена 599 рублей. Кашпо побольше. Соответственно, и цена повыше. Синие, однотонные. Ой, красота. Опять-таки лица. Кашпо елочки. А эти атмосферные вазы. Амфоры. А я уже показывала в своем видео. Ссылка будет внизу в описании. Здесь уже переместилось в отдел текстиля. Огромное количество подушек для стульев. Разных. Тур здесь и под замшу, и под бархат. И цена у них отличная. Они, кстати, невероятно мягкие. Цена 449 рублей. Ну, отлично. Мне кажется, недорого совершенно. Так вот, что касается плотности. Они мягкие. Не знаю, долго ли они прослужат. Не плотно набитые. Ох, с бабочкой мне понравились. Эти подушки. Ну, здесь, знаете, одна такая поролоновая подушка внутри. Как я поняла по своим ощущениям. Цена 309 рублей. Классная. Ткань рогожка. Производство Россия. Следующая из текстиля, новинка, это салфетка под приборы. Какое же красивое кружево обрамляет эту салфетку. Ну, просто, знаете, что-то с Францией связанное. Это 369 рублей цена. Красивый цвет, красивое сочетание. Мне все нравится. А дальше покажу вам практическую находку. Я ее приобрела, но не успела еще использовать. Это противоударные накладки круглые. Они смягчают удар, который может быть там от ручки двери, например. Ну, и разные другие истории могут. В общем, взяла попробовать. Отзывом обязательно поделюсь, наверное, в телеграм-канале. На этом я буду заканчивать свой обзор. До встречи в новых видео. Пока-пока.